26 мая страна отметила относительно молодой праздник – День Российского Предпринимательства. Сегодня он приобретает особое значение на фоне масштабных внешних санкций и ухода зарубежных компаний. Для отечественных производителей открываются новые возможности. Государство интенсивно работает над тем, чтобы открыть свое дело стало проще. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал все уровни власти в Российской Федерации сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок и бюрократизма. Как чувствуют себя предприниматели в Курской области и на какую поддержку могут рассчитывать? Об этом новый выпуск программы «По сути дела». Ольга Ванна, расскажите, пожалуйста, вообще, насколько сегодня на территории Курской области популярна такой вид деятельности, популярен как предпринимательство. Мне кажется, что бизнес развивается в последние годы, хотя было сложно, особенно сейчас, когда мы пережили этот период пандемии, это несколько лет, но тем не менее, все равно люди стараются открывать свое дело. Это интересно. И несмотря на сложности, которые есть сейчас, это западные санкции, все равно, как говорят, открываются новые возможности. Как сегодня обстоит дело у нас на территории? Знаете, Аня, мне кажется, образ предпринимателя кардинально поменялся, если сравнить его с 90-ми годами. Мы тоже приложили усилия к этому, тоже постарались. К примеру, мы активно популяризировали представителей предпринимательского сообщества, снимали их историю успеха. Могу сказать о том, что, в принципе, предпринимателям быть сейчас престижно, поскольку современное общество нуждается в ответственных людях, которые берут на себя ответственность, опять же, за себя, за свое окружение, за свое развитие. Сегодня прирост новосознанного субъекта малого и среднего предпринимательства составляет порядка тысячи человек. Да, совершенно верно, предприниматели столкнулись с объективными сложностями в период пандемии. Мы верим, что и они сейчас тоже справятся с трудностями. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 35 тысяч. В то же время развивается активно институт самозанятости. Сегодня уже зарегистрировано более 19 тысяч самозанятых. Вообще, самозанятость – это очень классная стартовая площадка, потому что, во-первых, это облегченный налоговый режим, во-вторых, это небольшой налог, облегченная отчетность, и к тому же на первых порах еще самозанятые получают приятный налоговый бонус в размере 10 тысяч рублей. Могу сказать, что на территории Курской области создана развита структура поддержки предпринимателей. Мы живые люди, мы активные, мы активно сотрудничаем буквально 24 на 7 с представителями предпринимательского сообщества, консультируем их. Могу сказать, что консультации оказываются без каких-либо проволочек, а также бюрократии. Очень удобно, что в одном из зданий расположен комитет промышленности, региональный центр мобизнеса, фонд развития промышленности, который, кстати, оказывает поддержку производственным предприятиям. Могу еще также вам сказать о том, что мы не теряем из виду предпринимателей, которые пришли и однажды обратились к нам. К примеру, человек, который не имеет каких-либо предпринимательских навыков, приходит к нам именно в оригинальный центр мобизнеса, проходит обучающие программы, затем, к примеру, регистрируется как индивидуальный предприниматель, опять же, проходит консультацию в оригинальном центре мобизнеса, пользуется мерами государственной поддержки, активно растет и развивается. Примером такой деятельности могу привести к Карину Акусову, которая однажды прошла обучающие программы оригинального центра мобизнеса, к примеру, это школа предприниматель, азбука предприниматель, зарегистрировалась как ИП, открыла свое дело, именно пекарню. Потом также обратилась в оригинальный центр мобизнес, получила льготный мегрозам, и сейчас она имеет несколько магазинчиков. Самое главное, конечно, это начать свое дело, решиться на этот шаг, и уже непосредственно, как говорят, сейчас время непростое, но, мне кажется, тоже в это непростое время у предпринимателя, именно у представителей малого и среднего бизнеса есть много возможностей. Сегодня в Курской области действует более 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и порядка 19 тысяч самозанятых. Большая часть – это люди, занятые в торговле. На втором месте по популярности – сфера услуг. Я знаю, что есть много людей, и это хорошо, у которых есть идеи, да, когда вот ты сидишь, ты придумал какое-то дело, возможно, оно там совпадает с тем, что уже существует, или это какое-то совершенно новое, но люди не начинают его, не открывают, потому что нет начального капитала, да, нет вот, еще не накопили, скажем так, вот тот фундамент, с которого можно стартовать. Реально ли сегодня получить какую-то финансовую поддержку или вообще открыть свое дело, вот, как бы, вот, скажем так, если у вас совсем вот какой-то небольшой капитал, но уже есть задел, уже есть знания, навыки, идеи? Конечно, все реально. К примеру, с 22-го года Комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области будет реализован новый механизм, я бы даже сказала, пилотный механизм именно поддержки, а именно грантовая поддержка молодых предпринимателей. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте до 25 лет включительно, которые оформили ИП, либо создали юридическое лицо. Размер гранта составляет на развитие бизнеса, он дается, гранта, размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей, и в 22-м году на оказание данной поддержки предусмотрено порядка 12 миллионов рублей. А грантополучатель, который воспользуется данной мерой поддержки, может потратить денежные средства на аренду помещений для производства или офиса, на закупку расходных материалов для, опять же, производства или оказания услуг, на покупку оргтехники, инвентаря, мебели. То есть целевые, именно перечень целевых направлений, он достаточно расширен и также доступен для предпринимателей. Отдельно бы хотела отметить о том, что действует муниципальная программа города Курска, которая также оказывает финансовую поддержку начинающим предпринимателям. Кроме того, также наш оригинальный центр мой бизнес, а именно микрофинансовая организация разработала специальный финансовый продукт, он называется «Бизнес-старт». Процентная ставка по данному микрозайму составляет 3%, срок кредитования до 3 лет, а максимальная сумма 300 тысяч рублей. Еще есть мера поддержки, она, конечно, не финансовая, но тоже эффективная. Мы помогаем предпринимателям освещать в информационном поле их деятельность. К примеру, к нам обращаются предприниматели, мы снимаем сюжет, он рассказывает о своем бизнесе, рассказывает о своей истории успеха. Можно сказать, что это бесплатная реклама, так сказать, в социальных сетях, на информационной именно площадке администрации Курсской области. Тоже могу сказать о том, что к нам обращаются также представители, ваши коллеги средств массовой информации, просят у нас контакты и тоже делают классные сюжеты про данных предпринимателей. Поэтому, если вы начинающий предприниматель, и вы хотите рассказать о своем бизнесе, пожалуйста, пишите нам в социальной сети ВКонтакте, рассказывайте о своем проекте, мы с удовольствием снимем у вас сюжет. Это же рабочие места, это гордиться тем, что мы выпускаем именно, ну, именно мы выпускаем эту продукцию, и люди пользоваться будут тем, что сделали именно здесь, именно в нашей стране, в нашем городе. Мы вот уже много поговорили о поддержках людей, которые только начинают свой бизнес, но у нас же существует достаточно много тех, кто уже несколько лет его ведет, и они тоже вот попали сегодня в не очень такое простое положение. Какие новые, может быть, меры поддержки государство вот сейчас организовало для них? Смотрите, для оказания всесторонней поддержки, как на федеральном, так и на оригинальном уровнях разработаны первоочередные меры поддержки. На федеральном уровне уже действует эта моратория на плановой проверке для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, обнуление НДС для гостиничного бизнеса сроком на 5 лет, а также немаловажно то, что корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства разработала совместно с Банком России три специальных льготных продукта, и самое важное, я считаю, что процентная ставка по данным трьерому льготным продуктам, она остается неизменна и не зависит от процентной ставки центрального банка. На оригинальном уровне у нас предусмотрено, во-первых, это субсидирование субъекта малого и среднего предпринимательства, денежные средства субъекта малого и среднего предпринимательства получают на обновление своих производственных основных фондов, а также модернизацию производства. То есть данная поддержка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса, который именно занимается производством. Д началом действует отсрочка на арендные платежи для субъекта малого и среднего предпринимательства за второй и третий квартал 2022 года по государству и муниципальному имуществу. Также предусмотрено снижение налоговой ставки для субъекта малого и среднего предпринимателства, которые получили статус социального предприятия. Данное снижение процентной ставки в попрощенном стимуada налоговоложение предусмотрено следующим образом. С 15% до 5% снижена налоговая ставка для субъекта малого и среднего предпринимательства, которые получили данный статус, и применяют упрощенную систему налогоблажения с объектом налогоблажения дохода минус расхода. Из 6% до 1% снижена процентная ставка для субъекта малого и среднего предпринимательства, которые являются социальными предприятиями, и применяют упрощенную систему налогоблажения дохода. доходы. Еще бы хотела также отметить о том, что на базе регионального центра мой бизнес оказывается всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, то есть предприниматели могут обратиться в региональный центр мой бизнес, получить услугу в рамках гарантийного фонда, льгодного кредитования, максимальная процентная ставка составляет 7%, а также воспользоваться экспортными услугами. Принято решение об упрощенной схеме заключения государственных контрактов, о возможности до 80% предоставлять аванс с тем, чтобы подрядчики имели возможность максимально быстро произвести закупку необходимых материалов и сырья. У нас хлебный край, у нас высокие показатели достаточно высокие в агропромышленном комплексе, в перерабатывающей промышленности. И вот наша задача сегодня такую продукцию, востребованную на внешних рынках, правильно доставить, реализовать именно наши дружественные страны, страны-экспортеры. Сегодня много говорится о том, что санкции нужно расценивать не как какой-то негатив, а как окно возможностей. И возможно, какой-то человек, я, например, придумал, как какую-то занять нишу, которую освободили иностранные компании, но мне не хватает знаний, навыков, какой-то, может быть, жилки этой предпринимательской, чтобы начать свое дело, хотя, может быть, мне очень хочется. Где можно научиться сегодня, чтобы не идти в университет, снова не поступать на какое-то профильное направление? Можно ли сегодня где-то на территории Курской области получить вот эти тематические, скажем так, знания и навыки? Конечно, можно. Опять же, мы возвращаемся к деятельности центра мой бизнес. И могу сказать, что физическое лицо, которое только задумывается о создании своего бизнеса, которое только планирует именно становиться предпринимателем, либо зарегистрироваться как самозанятый, он может совершенно на бесплатной основе пройти обучающие программы в рамках деятельности центра мой бизнес, а также действующие предприниматели могут пройти курсы повышения квалификации. То есть человек, который, как я сказала, только пытается создать свой бизнес, он может ознакомиться с обучающими программами, в рамках этих программ он может узнать, какую правильную ему организационно-правовую форму выбрать, какую именно систему налогобложения ему применить, а также, как первично ему вести первичную документацию в рамках его деятельности. Действующим же предпринимателям подробно объясняют правовые аспекты, помогают им расширить непосредственно их бизнес, именно масштабирование бизнеса. Могу отметить о том, что ежегодно именно обучающими программами оригинальным центром мой бизнес пользуются порядка тысячи начинающих предпринимателей. А вообще за все время реализации национального проекта, то есть за три года, он у нас действует с 19-го года, в рамках обучающих программ поддержка была оказана более четырем тысяч предпринимателям. И поэтому у нас на постоянной основе, опять же, на официальном сайте центра мой бизнес анонсируются все обучающие программы, поэтому это все доступно. Какие человеческие советы можно дать курянам, которые вот хотят открыть свое дело, но, может быть, по каким-то причинам сомневаются в себе, как-то боятся это сделать? Самое главное, не бояться. Как я говорю о том, что миллионы таких невозможно, они однажды исчезают и мечта превращается в реальность. Поэтому, если у представителя будущего предпринимательского сообщества есть мечта открыть свой бизнес, мы рады его принять в наших сценах центра мой бизнес, оказать ему всестороннюю поддержку, а также дальше его развивать и поддерживать. Спасибо большое. Спасибо вам.